В Швейцарии мы хотим делать деньги, а не экономить их. Филипп, сегодня мы поговорим о плюсах и минусах найма людей в Швейцарии. Итак, нанять человека в Швейцарии намного дороже, приблизительно на 50%, чем в любой соседней стране. Курс швейцарского франка слишком высок, он еще больше усугубляет эту, так сказать, проблему. Так стоит ли компаниям нанимать людей в Швейцарии и платить им высокие заработные платы? Окупаемо ли это? Да, я так считаю. В Швейцарии люди нанимаются не для того, чтобы сэкономить, а для того, чтобы заработать. В отчете о конкурентоспособности, составленном на Всемирном экономическом форуме, Швейцария занимает первое место. Вы затронули тему заработных плат. Да, в Швейцарии их уровень очень высок. Но для компании, я считаю, важным является не уровень заработных плат, а суммарные расходы на кадровый ресурс. В них включаются все деньги, которые компания должна выплатить, нанимая сотрудников. Речь идет как о заработной плате, так и о всех социальных взносах. А социальные взносы в Швейцарии очень малы. Около 15% от размера заработных плат. А в соседних странах этот показатель выше и может достигать даже 50%. Поговорим о, так сказать, прибыльности кадрового ресурса Швейцарии. Нужно сравнить уровень заработной платы с уровнем продуктивности или прибыльностью кадрового ресурса. Согласно данным специального отчета Всемирного экономического форума, соотношение платы продуктивности ставит Швейцарию на пятое место в рейтинге в мире и на первое место в Европе. Именно поэтому я считаю, что принимать во внимание нужна в первую очередь прибыльность, а не только сумму заработных плат и суммарные затраты на кадровый ресурс. Повторюсь, в Швейцарии делают деньги, они экономят их. Я понимаю вашу позицию, но нельзя отрицать негативное воздействие курса швейцарского франка еще с прошлого года, когда был отменен потолок обменного курса, что вызвало множество проблем для бизнеса и для банков. Несколько швейцарских компаний, несколько зарубежных с офисом Швейцарии сменили адрес из-за возникшей проблемы. Как же смягчить ее действие? В Швейцарии нет места кадрам низкого уровня. Здесь могут работать только высококлассные профессионалы. Поэтому, когда курс швейцарского франка растет, когда затраты на кадровый ресурс увеличиваются, естественно, что некоторые функции проще переместить в другие страны. Но Швейцария по-прежнему остается прекрасным местом для размещения главного европейского офиса компании. Или просто для главного офиса. Или для офиса определенной узкой направленности с высококвалифицированными сотрудниками. Итак, главная идея заключается в привлекательности Швейцарии для высокообразованных людей, которым действительно есть что предложить на рынке. Качество жизни в Швейцарии просто невероятное. В то же время, недавно в ходе народного голосования был принят закон, запрещающий массовую миграцию. Складывается впечатление его сфабрикованности. Филипп, что вы скажете по этому поводу? Да, согласно новому закону, должна быть введена квота на граждан других европейских стран, работающих в Швейцарии. Но размер квоты будет установлен таков, чтобы не пострадали потребности швейцарской экономики. У нас уже существует квота на граждан неевропейских стран, работающих в Швейцарии. Но она не приводит к проблемам. Мы нанимаем столько граждан неевропейских стран, сколько нам нужно. Квота рассчитана таким образом, чтобы удовлетворить потребности частного сектора. На экране мы видим обложку вашей книги. О ней много говорили в прессе, она стала объектом всеобщего обсуждения. Не могли бы вы вкратце рассказать об идее вашей книги? Моя книга написана на французском языке. В ней объясняется разница в экономическом развитии Швейцарии в целом и её западного региона в частности, основываясь на аналитических данных. Я писал книгу, исходя из собственного опыта привлечения зарубежных компаний в западный регион Швейцарии. Я объясняю механизмы нашей работы, что мы делаем, почему мы работаем таким образом, как мы привлекаем компаний, что можно улучшить в процессе привлечения. Какая реакция общественности на вашу книгу? Я думаю, что, в общем, моя книга привлекла к себе внимание. Я рада слышать, что ваш труд признали. Я слышала неоднократные обсуждения этой книги. Я желаю вам творческих успехов. Спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Спасибо, Моника. Спасибо. Дорогие зрители, наш выпуск подошёл к концу. Команда Дукаскопи ТВ подготовила для вас ещё массу интересных сюжетов. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»